Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому работаем в нормальном режиме. Я еще раз прошу основные акцент сейчас на основные магистральные дороги. Все основные дороги должны почиститься. Переулки, тротуары и так дальше по мере возможности. А завтра, когда снег прекратится, все силы бросаем на расчистку внутриквартальных дорог, дорожек, тротуаров и так дальше. И то, что воевала Майя Петровна, рады, чтобы в школах тоже убирался снег, чистились дворы, чтобы работали предприниматели вот и своих объектов обязательно. И тогда, я думаю, что все вместе, мы будем держать город в ближайшем виде. Поэтому я сам ровно хочу всех успокоить. Ничего чрезвычайного нет. Абсолютно ничего нет. Идет снег, дует ветер, 5 градусов морозу. Ну что, ну что здесь такого чрезвычайного? Можно дочистить дороги, и все. Больше ничего. Единственное, ну, все надо всем. Главное, людей достать. Всем, пожалуйста. Вот сейчас, вот это вопрос. Там сейчас работает, да, но я думаю, что людей из трассы достать. Все, все работают с телефонным режимом. Ты мобильный никто не выключает. Спасибо. Владимир Николаевич, здравствуйте. У нас прямая трансляция. Мы знаем о том, что на трассе Одесса-Южный, возле ОПЗ, там еще затруднено движение транспорта, и вы только что вот недавно туда пришли. Что там было, расскажите. Там, возле моста, поворот на... Вот здесь и топор, мост, поворот на отпор. Не доезжая до моста, с города Южного, где-то один километр, там затор, там намело очень сильно, и там стояло где-то, вот буквально еще час назад, где-то около десяти автобусов, которые двигались с южного в сторону города. А это автобусы Тиса, в основном, и автобусы для Эль-Ти-Вильма. Уже одесские приборки вызываются, и автобусы не выпускали. И стояло метров двести легкового транспорта, которые двигались... Сейчас они там еще стоят. Ну, сейчас идет расчистка из Одессы. Поэтому там получился такой затор. Но сейчас мы отправили техники, очень много техники. Сейчас пошла техника Одесского портового завода. Тяжелая техника, пошла тяжелая техника порта. Мы сейчас отправили туда нашу тяжелую технику. Я думаю, что едут в течение часа должны расчистить и должны разъехаться эти машины. Потому что, с одной стороны, это как бы не наша трасса, не наш объект для работы, но там наши люди. Сейчас там находятся наши люди. Поэтому, я думаю, что будет порядок. Заводчане, та смена, которая не вернулась и находится до сих пор с ночи, когда они вернутся? Они сейчас дорогу расчистят. Они уже на 4 часа, дорога будет расчищена и транспорт пойдет, автобусы пойдут. Именно рабочих будут возить. Но сейчас у них на заводе объявили перерыв. Перерыв о выходной сегодня. И работают только те, кто уходит на смену, где беспрерывный, скажем, технологический процесс. Владимир Николаевич, Вы знаете о том, что в южно-инске магазинах исчез хлеб. Люди раскупили весь хлеб, а нового одесского не забили. Мы сегодня только что докладывали, что хлеба достаточно. Но и недостаточно. Ну, сейчас расчистим и наша в пекарне работает. Работает? Конечно. И только что сказали, кто нуждается сильно в хлебе, если не в магазине, идти прямо в пекарню, можно покупать прямо в пекарне. Что Вам известно? У меня такой информации нет. Я думаю, что если бы, не дай Бог, такое случилось, я знал бы первый. Меня бы проинформировали. Эпидемии гриппа в городе Южном нет. Сейчас закрыли школы, продлили каникулы до конца недели. Это по распоряжению губернатора области. Поэтому там не рекомендовали, а однозначно сказать, продлить каникулы во всех школах Одесской области. Мы не можем противоречить. Причина этому погодные условия? Только погодные условия. Но там в тексте выделяются 3 миллиона гривен из бюджета для того, чтобы закупить лекарства и так далее. Есть те регионы Одесской области, где сегодня есть проблемы с гриппом. У нас проблемы с гриппом нет. У нас вот этот рубеж, скажем, эпидемиологии мы не перешли. Спасибо за внимание.